друзья наконец-то награда нашла с героем человек года 2019 менеджер года и все это конечно же блин да я себя чувствую где-то на 45 49 а тебе 29 тебе 29 ты серьезно сейчас ну да класс а вот давайте с этого начнем серьезно тем борода делает плюс 10 так она у меня так с самого начала так и зародилась собственно из-за того что мне надо было чуть чуть больше возраста тебе 29 лет на тебе как почти как миша федоров ну да миша мудрость такого же например но уже прикольно то есть ты можешь в какой-то просто со скоростью света стать на 10 лет моложе если сбришь бороду а чё ты кстати завел такую огромную бороду это у тебя какой-то момент произошло или просто росла росла и выросла нет ну она же сначала не росла ты понимаешь мне надо было выглядеть старше у меня росли усы усики знаешь как это это не усики а пропуск в трусики все смеялись меня ну короче и борода чуть-чуть росла но потом начала быстрее расти и собственно так и отрастил я чтобы добавить себе возраста можно было становиться как я вот я становился на где-то 5 миллиметров не так у тебя же она до сих пор не растет на надеюсь запустить то растет чем докажешь ну ты сколько вырастил у меня такая быстро вырастает но за три месяца вырастет а вот и этот а ты кто по происхождению ты этот типа какой-то я как я знаешь как волосы растут я хочу имитатор у меня волосы только тут растут знаешь как этот тимати говорит что он черный тогда не черный так я тоже типа загоревший так друзья у нас сегодня влад савченко это человек года 2019 а почему ты с недавно получил эту награду а там у них же были перебои с выдачей питанием на самом деле коронавирус внес свои поправки в эту всю историю то есть ты должен был эту наград получить год назад да 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 а получил буквально но не знаю когда вы будете смотреть но типа для меня это было на прошлой неделе да да на прошлой неделе получил за что почему ты человек года вообще категория менеджмент как бы интересно это своего рода украинский оскар для предпринимателя можно так его считать потому как в этой категории там достаточно да конечно ухты тяжелая слушайте реально каменюка какая-то ну оскар для предпринимателя можно посчитать его ну по сути была история о самом менеджменте то есть там достаточно сильная категория в менеджерах и достаточно сильная категория как раз там в предпринимателях но интересен нюанс в том что вот например когда мы разместили информацию о том что получилось награду собственно забрать то очень большое количество айтишников отписалось и говорят что блин прикольно это походу первый раз нет а вы отписались в личку подписались отписались в личку с тем что это наверное первый раз айти получила награду но на самом деле да кейсов не так много вся конкуренция состояла из реальной экономики типа там заводы пароходы у меня у меня по моему был у меня у меня был по моему директор визы украина и директор сандоры ты сделал визу и сандору надо было блин я хотел тебе сок купить сегодня я буду пить вино ты будешь на ты хотел купить мне сок но опять забыл тебе сандору купить ты бы с удовольствием ее выпил пил у него на глазах сандору сделал и в награде и еще твой сок пил мне не делал мы делали тут это классно фотографировал человек который фотографирует людей года не вот это он первая фотография у меня такая фотосессия вся в таком стиле просто зачем ты надел на себя ковер но короче там такая фотосессия в таком стиле вся и знаешь фотограф когда тебя фотографирует говорит о класс а потом вот такая фотография ты такой думаешь смысле класс это я конечно понимаю что это вкусовщина конечно но все фотки в стиле робота у меня там еще есть в кабинете в таком это что это за у тебя есть стилист это мама на самом деле это шутка это кстати очень модный бренд итальянский если не сомневаюсь она в живую намного лучше выглядит это фотка просто передает весь да да но она нормально выглядит короче но чтоб ты понимал за чего начиналась фотосессия как бы давайте выпьем нет не давайте выпьем человек говорит но я фотографирую для человека года мы такие ну а я человек а я как раз тогда еще не был человеком года но короче типа надо было сделать фотосессию потому как нужны были фотографии я в общем-то начал листать свои фотографии в какой-то момент ты понял что я везде не сам ну типа очень странно как с кем-то тебе надо какой-то сделать оперативно в этом с кем-то все время кто из них человек года да да типа того и короче первый вопрос мы собрались войти офисе это у нас задача на олимпийском было он говорит короче все хуйня надо ручка есть дорогая ручка ну хотя бы за тысячу долларов я такой и блокнот дорогой какой-нибудь кожаный хотя бы за сколько-то тоже я такой думаю блин я как вроде знаешь этот в лифте в прошлое проехал вроде наверх поднимался себе на этаж да 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 ну короче это и но есть еще категория знаешь которые мыслят лухари это типа ручка там какая-то паркер за тысячу долларов а малиновый пиджак у тебя есть ну вот у меня был синий только а малинового не было и короче ну вот собственно ряд надо сделать же такую лакшери фотосессию и получилось у тебя все такие смотри нет у меня там здесь тебе борода прям очень большая она и она у меня периодически метаморфоза с ней происходит она чуть больше чуть меньше ну это вот ну вот смотри это это я прятал рот свой от конкурентов чтоб не напихали я просто иногда очень часто этот мотивации отдаю конкурентам они потом в маркетинг начинают больше пожалеть мне постоянно рассказываешь о том как у тебя тырит конкуренты мы к этому вернемся давайте немножко представим потому что вот или несмотря на то что человек года может не все еще в ютюбчик тебя знают давай расскажи немножко процентов не все и вообще я есть такое слово недавно недавно модное серийный предприниматель наверное вот она на слову она наиболее но тут два слова окей что у тебя понятие ладно что у тебя было по русскому языку по русскому у меня не было русского языка в школе мне 29 лет ты что забыл у меня в школе не было русского языка у тебя школа была 10 лет назад представляешь а я уже все забыл но у меня не было на самом деле учились мы полностью на украинском у нас даже русский факультатив его просто не было ты запорожье я запорожье но школа пера это первый мой первый поток который учился полностью на украинском поэтому не судите меня строго за ошибки которые я пишу на русском на украинском намного грамотнее пишу чем на русском из-за того что собственно учил все обучение было на украинском серийный предприниматель это какая-то определенная куча разных направлений которые есть где я выступаю где-то как операционный управитель где-то как инвестор то есть но это там суммарно наверное десять десять бизнесов но на один кстати вот есть эксклюзив один я закрыл буквально две недели назад я закрыл спортивный клуб свой у нас до запорожье у нас там произошел небольшой обвал в этом здании где был спортивный клуб никто не пострадал но автоматически закрылся но он не автоматически закрылся то есть мы подумали о посетителях и естественно они стали продолжать это в том же помещении собрали все свои вещи вывезли их а ну вернее мы начали поиск нового помещения и когда начали появляться варианты они были какие-то сомнительные у меня же уже есть опыт знаешь сомнительный вариант уже не хочется брать появился неплохой вариант но туда надо было 50 или там 70 тысяч в ремонт вложить при том что до этого клуб уже сожрал определенное количество инвестиций там от двухсот до трехсот тысяч долларов суммарно я тебе могу порекомендовать купить маршизу смартес не переговоры окончены спортивный бизнес класс вот так я классно продаю франшизы купи ну ладно у меня есть твоя визитка с выступления я тебе могу дать ваша франшиза говно мы ее андрей но мы не диме ее давать не будем потому что в прошлый раз ее вырезали я кстати рассказал историю про ваша франшиза говно и очень понравилось вроде бы мы недавно с владом участвовали фокапной точнее я участвовал влад его компания и одна из проводила вот вместе с лёши костре мол с этим будут тоже скоро суши будете и мы будем кушать нельзя суши кстати щас и силой а с ним будешь какие-то кушать не что-то наверное максимально эфир зум наверное кого-нибудь закажешь спасибо за за подсказку вот и мне очень понравился твой факап сейчас расскажешь я думаю что блин побольше людей прониклись всей этой истории только вот пожалуйста вот так так же так не торопливо и вот во всех красках как ты это делал это это факап из серии он вроде как не совсем твой но тебе его сука стыдно рассказывать потому что как так можно вообще делать ты не пьешь давно два года а что случилось два года сильно напился я из тех людей которые сказал что все больше не буду пить и действительно это делал но на самом деле не не так мне каждый не верю в такие стоят они это не это все неправда на самом деле забеременела жена я ее поддержал но и плюс я сторонник того что я хочу в каждую единицу времени контролировать себя полностью не допускать там лишние мысли движения не согласен если честно работе очень мешает то есть если вечером пришел бокальчик вина тебе еще нужно сделать презентацию работоспособность снижается уже особенно в моем я чуть-чуть старше тебе вот сколько на сколько не будем об этом а у тебя пенсионная есть ты скажи ты в 4 утра в 5 утра едешь куда-то с большой сумкой вот это во сколько времени появилось а ты накидывать умеешь нормально я не могу даже ответить я не состоявшийся стендапер я еще думаю как тебе за пенсионное удостоверение а ты мне тут уже про сумку класс короче тебе ты можешь налить свой бокал боржоми о класса мне как раз спонсор нашего сегодняшнего выпуска у меня как раз во мне живет мир он не знает я надеюсь когда-то нам будут платить ну или хотя бы бутылку боржоми бесплатно дадут хотя хотя бы пожалуйста пока я мы я плати я плачу за еду всегда это кстати зря пошел бы наберешь ребят сейчас будет офигенный пока но мы все-таки давай сегодня мы я разорился на 1300 гривен а скидываться надо если надо я пошел 10 бизнесов у него все бизнеса как фитнес-клуб я недавно смотрел все это интервью и там рассказывали что там типа есть там ряд направлений инвестиционных и все типа прибыльные и там говорят о так ты и говорит первый человек в мире которые все прибыльные направления это точно не про меня это знаешь какой-то момент я понял логу это что такое это гункан у нас разные гул кончики заказал какой-то момент понимаешь на самом деле фокус это достаточно важная вещь ты будешь не а что тут у тебя смотрим здесь у нас просто какие-то другие а классических каких-то не было я могу сладкий есть если здесь есть вот и за на сколько они классические они уже так немножко подразволились я не заказывал прям филадельфию я уже просто устал устал это называется все в отрасли фибоначчи да это фибоначчи почему так называется штука фибоначчи это какой-то ученый на до чего это есть же число фибоначчи напишите пожалуйста комментариях зачем они нужны эти цифры что с ними делать да это тебе палки чтобы ты руками не ел ты же говоришь накидываешь мы с тобой записывали тоже эфир ты же мне тоже слова сказать не давал а я щас в качестве вот я что-то я же понимал что будет ответ другого варианта не будет поговорить уж точно не на ламповом эфире да ты вот эту фигню ешь да но я тебе на шо тут за странная может сладкие поем просто давай сладкие пожалуйста я типа там где очень много непонятных ингредиентов я всегда начинаю волноваться но это же нельзя слушать там все понятно я знаешь как я ехал свинницы по дороге купил короче тетушкина продают там цветы и грибы еще что-то и продавали короче что какую-то жидкость жидкость разного цвета я говорю а шо это такое не говорят но это типа березовый сок он значит такой мутный как швепс я говорю а чё он такой мутный я говорит так это квас березового сока пил когда-нибудь надо было блин принести тебе потому что потому что у меня я жить хочу у меня батя он потерял вкус и запах еще типа задолго до тренда от падения но короче даже он не смог это пить говорит как вкусно а я купил пять бутылок просто тетку выручить придать тебе с собой он говорит не спасибо пил знаешь так ради приличия со стакана да да прикинь квас из березового сока это тема это тема для франшизы я предлагаю тебя я у тебя куплю эту идею так это гунканчик давай так а я вот пойду по бананам мы с чего покупаем суши от оператора андрей не ест суши поэтому берем чтобы он посмотрел и свина у него не капала мне интересно откуда деньги ты зарабатываешь на суши на ютюбе по моему 50 долларов в месяц у нас сейчас такая монетизация ты получается можешь один выпуск своего лампового эфира снять нет он говорит но это кстати острая вот если ты остренько любишь я тут эта куча непонятного мне кажется что это что-то сырое не люблю сырое мясо сырую рыбу ну типа знаешь это суши там в принципе сырая рыба у нас сырой рыбы не делают это все соленое корченое вяленое какое-то полежало с солью такие я заказал прям огонь в горле надо обращать внимание на эти иконки с перчиком это тот момент когда ты и завтра их будешь как тебе сладкие как тебе сладкие сладкие классные это что у нас это банан банан какая-то кокос и какая-то замерзшая тортовая штука торт который оборачивает сладкое любишь да прикольно они кстати не сильно не сильно сладкие ну такие вменяемые не кучу не тонну сахара туда насыпали ну это же зожник это я сладкая стараюсь тоже сильно не есть ты вообще что за человек такой я блин серийный предприниматель зожник да я просто понял что не ем сладкое денег нету на сладкое все в обороте да дайте мне денег на кофе а то все в обороте в бизнесе короче факап я подготовился уже давай я уже чуть-чуть выпью я буду как тогда на факап найт как этот как вроде не слышал его до этого не ну это классная история вот андрей сейчас усыться ну ты главное расскажи так же да ну короче суть в чем в какой-то момент надо было масштабировать отдел продаж в киеве ты начал спичь тогда что надо верить людям а не но это можно продолжить собственно надо было всегда задача предпринимателя лучше продавать ну естественно ты ищешь тех самых продавцов мечты надо верить людям да вот это вот основной посыл но после некоторых историй это делать очень сложно не хочется но очень не хочется и тебе и ты пытаешься в каждом человеке усмотреть потом вот этого предыдущего какого-то человека ты такой так немножечко есть даже бывают такие у нас термины появляются по фамилии этого человека которого собственно было большое количество косяков и мы там говорим это попахивает там не у нас есть такой и фамилия человека попахивает типа вот этим не буду называть но я тоже не буду прошу ох или она обидится хейтеров тебя добавится но у меня скорее он да и все в основном или даже имя его готов назвать это прямо ну давай дойдем до него ну короче собственно искали мы того кто может драйвить продажи войти нашли чувака короче его собеседовал по телефону лично тип вообще пушка блин говорит все короче в рынке ориентируются на улет знают какие инструменты работают как работают там аутбаум типа запросы на исходящие запросы то есть ты не ждешь пока тебе на можно то есть активные продажи собственно как работать какие площадки работают где продавать как продавать почем продавать я думаю ну блин кайф говорю а что по проектам он говорит ну вот есть у меня типа проект онлайн журнал моды вот типа это мой стартап вот он типа развивается такие там показатели думаю ну кайф чувак вообще просто еще бизнес еще какой-то есть типа небольшое направление души на который которая собственно ему помогает сумма с ума не стоит ну короче то есть там где он масштабирует какую-то экспертизу онлайн а то что собственно то что доктор прописал но я короче думаю ну блин кайф надо брать надо брать думаю сто процентов надо брать все это выражает да я сюда поставлю чтоб немножечко она на меня отдавала понимать человечеством года извини это ведущий перебивает я знаю берем мы чувака туда сюда начинаются там активные он говорит так все надо менять тут профили в социальных сетях надо вот тут настроить чтоб было огонь поэтому короче а давай советы начинаю давать советы да ну короче это всегда парирование моих вопросов сколько бабок где бабки где продажа на горит короче значит у него строились тема профиль надо правильно причесать потому что люди не реагируют это плохая реакция туда-сюда короче надо делать но делай ну короче такая движуха происходило наверное ну порядка трех месяцев я думаю блин но он же все знает но сейчас начнет продавать надо вкатиться просто я думаю ну сейчас вкатится чувак фирму поймет как бы продукт поймет что конкретно надо продавать ну да разобраться ну да разобраться ну думаю в бизнесе это войти войти да power код это мы занимаемся аутсорсом аутстаффом ну то есть там продаем собственно разработку идти решения идти продуктов для зарубежного рынка то есть это не продажи в украине это я не могу ему сказать сколько ты встреч сегодня провел потому что объективно продажи в большей степени проходят в онлайне на запад на запад это америка европа там новая зеландия австралия и короче он всегда лаконично отвечает почему у него нет продаж но вот-вот сейчас все будет да убедительно я думаю ну блин красавчик наверное все таки сейчас что-то поедет он готовится понимаешь ну типа собирает силы что видно устал на прошлом месте работы подустал да сейчас сейчас выстрелит не короче ну в какой-то момент я начинаю понимать что ну блин херня какая-то тут знаешь типа когда три месяца 0 денег ты такой думаешь ну наверное наверное что-то не так я говорю слушай ну чувак реально блин где продажи как бы надо что-то делать он говорит я разгадал эту загадку надо говорит ехать народ шоу ехать в во францию и в италию я бы кстати перепутал когда рассказывал но ехать надо во францию в италию есть там вот такие нишевые ивенты вообще сто процентов вот это вот закрывает бы рекламировать но надо да надо общаться личное общение там цеплять и как бы закрывать большой чек все дела понимаешь личное общение ускорит я такой думаю ну звучит как бы логично ну давай подготовь предложение типа найди все он с этим достаточно быстро справился нашел предложение нашел ивенты продал мне эту идею думаю ну ладно дам ему последний шанс но последний шанс выглядел как это мероприятие было где-то через четыре месяца от того момента то есть уже три прошло то есть мы платим платим за это все как-то так получается понял процесс был инициирован мной прошел в каком-то бардачном режиме условно грубо говоря я ему деньги дал чтобы он проплатил короче он на себя покупает эти все билеты гостиницу бронирует все на него оформлено еще через месяц я понимаю что это пиздец его надо увольнять но уже не могу потому что я оказался в него в плену потому что есть некая поездка которую переоформить на другого человека я не могу уже и надо ждать я думаю ну сука блин от я лох короче в этот момент я начинаю себя неудобно ощущать думаю блин короче ну ладно я подожду сцепил зубы думаю едут они едут короче вдвоем едет мой нормальный продажник который нормально продает и собственно этот эксперт специалист божество по продаванию себя ну то есть чувак себя классно продает я не понимаю почему не получается продавать остальное себя классно продает я жду думаю ладно ну подожду ну что-то же привезут оттуда короче может не случится доедут они собственно в тур такое отличное место для продажи эти решений как бы в италии и франции потом понятно стало что происходило просто италия и франция отличное место если бы это еще была лазурка какая-нибудь было вообще кайф ну типа там потому что там же зажиточные отдыхают я тебе даже сейчас продам эту идею зажиточная им сто процентов нужны какие-то сайты продукты франшизы в конце концов поэтому вот отправлять человека собственно еще тут на лазурку пусть там ищет клиентов под интеграцией в ютюбе и и под упаковку я оплачиваю все все есть все короче естественно эта история ну короче я жду у меня уже знаешь такое дурацкое ощущение и я его не могу уволить потому что я лох буду прошу деньги заряд и не уволить я лох короче я становлюсь заложником заложником собственно своей манипуляции по сверх доверию человеку жду этот момент когда настанет с нетерпением короче они едут возвращаются привозят вот такую стопку визита говорит короче мы там общались все дела у меня происходит у меня происходит встреча со вторым сейлзом который был он говорит блин слушай не хочу ничего говорить ну какие-то странные вещи говорит происходили там я говорю а чё ну ты же нам деньги дал на ну как бы командировочные там туда-сюда ну да он говорит ну такая тема он как бы ноль потратил в смысле ноль потратил он говорит ну вот мы например приехали в отель он заходит говорит о на ресепшене говорит кофе бесплатно они говорят о кофе наливает все два стакана берет печенье которое там стоит себе вот так сгребает короче вот это все хавает выпивает ноль затрат на обед вечером когда они возвращаются с этих уже там нишевых выставок на которые были куплены билеты он возвращается с пакетом в котором собственно со стендов печеньюхи всякие бутерброды еще что-то он ему еще говорит будешь до жил на печеньях вот этой всей требухе а когда второй человек предлагал ему пойти пиццу съесть он говорит да блин я типа не голодный блин а пицца 5 евро стоит понял а денег выделялось ну блин ну мы по-моему то ли 100 евро в день ну такой ну типа но типа можно было есть есть реально можно было найти деньги ну в любой стране мира можно были на 100 евро в день питаться не обязательно идти в мишленовский ресторан ну короче суть суть в чем он ничего не потратил то есть у него командировочные остались приходит короче пятое число не вернее шестое почему шестое потому что пятого у нас зарплата в компании шестого числа я получаю сообщение что у дедушки инсульт инфаркт ему надо с ним посидеть и пока он работать не сможет это с дедушкой все нормально да да с дедушкой это просто же не конец истории естественно у всех истории есть кармическое продолжение короче эта тема вот так вот происходит я думаю охренеть он уволился я понимаю что происходит но типа дедушка блин как ему не стыдно вообще дедушку хоронить или там дедушку больного делать интересный момент человек настолько жаден что он даже не пришел карточку от офиса который без ключевой доступ отдать мы говорим карточку верни он говорит давайте я на отделение новой почты пришли так он бляха прислал за насчет понимаешь карточка это просто просто верх цинизма и я думаю ну ничего настигнет тебя когда-нибудь карма но я могу представить как ты себя в каждый этот момент чувствовал то есть я просто еще каждому этапе тебе всовывает да да просто говорит минуточку ты такой а ты ж лох не забыл ты такой а да было был момент просто каждый раз да и это просто после этого понимаешь очень тяжело поверять потерять веру в людей я думаю блин ну сука карма тебя настигнет также же недолго можно прыгать по рынку и типа сидеть где-то проталкивать свои путешествия я ну конечно же я эту историю рассказывал там многим друзьям которые войти работают и наступает какой-то момент про карму я никогда не думал что я могу быть кармой собственно наступает какой-то момент формирование офиса моего кума в киеве ну то есть он там собирает людей снял офис короче у него там уже там не знаю 15 человек работало приезжает он в гости просто и я еду к себе в офис он как бы к себе я его подвожу он говорит пошли в офис зайдешь я типа но я еду спрашиваю почем почем офис там где снял он говорит так поехали ну давай заходи это ладно человек тебе в офис пойду знаешь типа какая-то некая конкуренция я тоже идти занимаюсь он занимается идти типа знаешь у меня все время ощущение что я так захожу и начинаю хантить людей слушать даже ничего не делая ну короче думаю ну блин потом думаю ну интересно зайду короче захожу он показывает офис прикольный там новостроя там типа кабинета я так иду вижу ну захожу вижу три кабинета захожу в первый смотрю он там знакомит с ребятами второй третий думаю ну класс три кабинета говорю а что там еще он говорит а так там еще кабинет и я такой прохожу не успеваю туда зайти по дороге в кухню вижу что там еще один кабинет и там сидит этот чувак продажник я такой и у меня знаешь такой ступор я не пойму что мне делать я вот так делаю отхожу говорю так мне надо выйти я говорю можешь со мной выйти мы выходим на улицу он говорит что такое я говорю слышишь а помнишь я тебе рассказывал про чувака который ни хрена не продал принес ноль я потратил на него суммарно ну не знаю там минус он мне принес чистого ну я думаю что наверно 25 тысяч долларов типа зарплата плюс поездка плюс командировочные вот это вся херня плюс еще нервы свои туда не почитал еще 25 короче ему говорю блин помнишь эти рассказывал про типа который херней занимался ничего не продал поездил за мой счет он говорит и стопку да да привез стопку визиток вот так ее на столе оставил хоть по-честному поступил понимаешь вот эти все визитки это тебе на память с которых кстати мы ничего не закрыли с этих визиток пошел чувак просто вот так вот их собирал ну кого ты заканчиваешь а помните мы с вами общались никто не общался тип просто так визитки пришел прошел пособирал он даже не старался он даже не старался да но он думал о еде в тот момент понятно человек голодный ему сложно работать я выделил всего 100 евро в сутки на еду конечно не то пальто пиццу за 5 евро не можно никак не покупается не дай богу дедушки инсульт и что случится так дедушка он говорит что я давно не ел и дедушка видно сильно разнервничался по этому поводу собственно шеи произошло я ему говорю помнишь я тебе рассказал про типа который бляха аферист он говорит помню говорю но у тебя в офисе сидит он говорит да ладно он говорит а я думаю че он мне говорит поехали в японию я говорит продажи ему говорят где продажи он говорит надо ехать в японию там сто процентов и знаешь что не согласились потому что мой кум просто в японии не было ты чё охренел говорит я в японии еще не был поэтому говорит давай ты пока так продажи поделаешь и я ему собственно сэкономил на на ну тысяч пять долларов те которые были дальше экспериментом так оказалось ну короче во первых он вышел вышел седьмого он получился 6 числа вышел то есть 5 он получил зарплату 6 написал что у деда инсульт он вышел 6 числа к ним в офис уже у них в офисе него все спланировано да да у него типа есть четкий road map как он бляха это делает и понимаешь и у него сто процентов есть план он так думает так но и стимейт на эту компанию примерно 4-8 месяцев говорит я короче дважды у нее съезжу съезжу но у него видно на к в карту флажки он втыкает но как бы план так себе и зовут его как его зовут да пусть это станет за не хочешь он он себя узнает привет в очередной компания не попасться может в нашем офисе ты мог бы пройтись что-то с продажами проблемы у нас такого нет но мы кстати даже маленькая рекламная пауза извини пожалуйста ты устал смеяться у меня уже скулы болят мы сейчас активно расширяемся и стал из того кто нужен прямо вот очень быстро это пиар пиарщик мне лично со мной работать но не со мной смысле надо мной работать хотя тоже надо бы поработать но это уже к другим специалистам вот пиарщик и менеджер по продажам это вот прям сию секунду нужно если вы крутой пиарщик или если вы вот у влада кстати офигенная пиарщица любая или она уже не пиарщица но мне кажется она работала сейчас совмещается у тебя и села там уже вот очень классно то есть вот мне нужна такая как люба ей кстати будет приятно приятно вот люб если есть и я хантить не буду вот нужна классная девочка которая поможет нам или мальчик просово гендерное неравенство мы кстати постоянно про это говорим гендерное неравенство приходят куча проектов которые защищают женщина у меня есть проект айти ассоциация там блин одни женщины у меня работать понял я говорю гендерное неравенство только не в ту сторону блин а 4 мужа помогите помогите 4 мужика и 30 девочек а ну видишь у вас такая же тема я чувствую себя гариком карагодский только с женщинами только с девушками с девочками точнее все это нормально тема вот история не закончилась его она не закончилась потому что вот карма его собственно и настигла мой кум не стал сильно долго размышлять пошел наверх в офис говорит взял говорит а как там компания говорит power код он говорит какая компания на гряда компания power код он говорит а да было говорит консультировал консультировал а у меня есть информация что ты 8 месяцев там работал в общем такой говорит ну говорит так что друг говорит давай пока только ключ пожалуйста оставь пошел про ключ и ключ они они выкупали с новой почты все нормально ключ они сразу забрали поэтому вот иногда надо решительность это же история когда можно не обойтись просто друг давай-ка увольняюсь ну да и поверьте но мы же айтишники вы не драчуны да мы не драчуны но это такая вот есть сайт это у нас смартес все регулируется power код каюка каюка а почему я прошу мы в англии ты типа косишь под англичанин так конечно у нас же офисы по всему миру по какому миру у нас есть сингапуре в гонконге в в польше в лондоне в америке а ты мне сказал вы с гуглом работаете да да у нас есть с гуглом проекты у нас есть с сапом с осенчуром осенчур например компания которая занимается 550 тысяч человек у них работает мы им людей до 550 тысяч на наоборот 40 45 миллиардов сенчур надо дать респект очень крутые ребята по сути это вот пример того что даже в концертном бизнесе можно делать большую историю так 100 процентов так прикинь 40 45 минут ну да там типа есть какая-то добавочная стоимость 550 тысяч человек просто космос и привлекают они все равно то есть людей не хватает под эту историю полмиллиона в одной компании в гугле мне кажется даже поменьше ну в гугле там тоже в гугле кстати интересные моменты вот мы им например делали учетную программу для кухни которые пользуются все кампусы в америке то есть учетку что он делает она учитывает количество продуктов которые в наличии на кухне ну то есть это не как бы не коммерческая программа просто для поставок чтобы были там бананы условно всякое то суши ну типа суши если это индей позволяет рассказать что они что что у них на кухне чем чем они питают народ блин то у них там на самом деле очень много направлений у них там куча ресторанов аля карт и тому подобное но сейчас все так поменялось на самом деле и фокус сместился в удаленку и есть вот хорошая и плохая новость для идти рынка что google нанимает уже прям в украине в штат гугла то есть без посредников напрямую условно фрилансера и платит ему калифорнийскую зарплату знаешь сколько это денег сколько это даже не 10 это типа 15 тысяч долларов в 12 тысяч долларов в месяц прикинь калифорнийская зарплата живя в украине то есть они смирились с тем что все работают удаленно а значит и равные зарплаты да да ну то есть они как бы он у них в штате работает просто он с украины да они там говорят что будет какая-то релокация ну тут несколько знакомых так увелистом по другим компаниям у нас так не хантили еще людей ну то есть угла есть большое количество вакансий незакрытых которых они вот добирают собственно даже напрямую с украины это вот прикольная история это к вопросу куда идти учиться ну да но она сувора или на айтишника при всем уважении к поварам их диме борисов да если повар то если если уж научился на повара то остановись еще и маркетологом а потом продавая франшизы меня зовут роман кириллович я себе нарисовал такой вот дурацкий смайлик типа я так ты переверну валяясь под столом вот это я это моя салфеточка на сегодня до пол выпуска а это ты когда узнал сколько тебе стоил этот чувак блин это какой-то с я супергерой какой-то только дэдпул дэдпул не хотелось бы им быть кстати а ты же у нас есть с тобой фотка совместная где ты со своими наушниками как раз реально как это не то не дэдпул то этот как его герой это с рожками дэвил как как он называется красный 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 с обугленными рогами ну короче видите мы совсем не разбираемся в комиксах мы совсем ни в чем не разбираемся это тебе салфетка отлично будешь вытирать рот я продам это на аукционе когда-то это будет стоить очень дорого думаешь нет трезво трезво посмотрим на ситуацию выкидывай сразу то есть NFT с этого не будем делать а знаешь я и был на блокчейн конференции интересно так про вот этот NFT который нашумевший когда говорят что типа создан единственный экземпляр и закреплено вот единственная копия делает NFT и все один вот оно одно есть так знаешь как чуваки делают это ж типа на пирамиду похоже вот например у меня есть говорит есть некая картина то и у меня здесь 1000 долларов я делаю с этой картины NFT покупаю ее сам у себя за десять тысяч долларов и у меня есть 20000 долларов уже вниз картина за десятку есть 10000 долларов понял то есть срабатывает что ну то есть как бы типа если кто захочет ее купить это уже будет стоить ну и по десятка да ну вот собственно как как цена берется понял то есть вот эти все также можно делать с С обычными картинами? Ну, можно, только деньги надо кому-то отдать. Себе же. Ну, себе же, но это же надо через... Это же условно, типа, получается, как аукцион прошел. Ты сам у себя купил. Отслеживания нету, что ты сам у себя купил. Но у тебя уже получается картина за десятку и десятка долларов, которая у тебя так и осталась. Поэтому в нашем мире можно заработать. А это происходит через какие-то тоже посредники, биржи какие-то? Ну да, там есть методология. Поэтому на NFT сейчас, типа, все так скептически. Фейк какой-то. Ну да, ну, типа, например, берешь там, условно, все свои деньги, говоришь, вот я создал вот такую франшизу, понял, и говоришь, ее купили за миллион долларов, например. И все такие, нихрена себе, какой инфоповод, понял? Слушай, а можно ли франшизу упаковать в NFT? Ну, я думаю, если она будет в картинках, понял? Первая франшиза для джигана. Я знаю, сделана в картинках. Открыть ресторан, закрыть ресторан. Да, говорит, очень просто. Поэтому... Смотри, сейчас джиган приедет, он же тоже там косит. Ну, здоровый, блин, такой. Блин, такое. Но он низкого роста. Да, я думаю, ты его бородой. Ну, я быстрее бегаю, между ними длиннее. Поэтому у нас есть разные инструменты. Ты бегун, да? Полный инструментарий. Ну, такой. Ты по какому спорту играешь? Я вообще увлекаюсь и тяжелой атлетикой, и боксом, и бегом. Заразил меня этот... Поездка. Нет. Нет. Анистрат не заразный. Все нормально. Заразил меня Тони Роббинс. Собралась инициативная группа. Мы ездили в Лондон, и потом бегали. Ну, там, не помню, 3,5 или 4 месяца подряд мы бегали. Я пробежал 600 километров. Я никогда не бегал до этого вообще. В смысле за раз? Не, ну, за каждый день. Бег каждый день. Делал челлендж, кстати, прикольный. Делал 10 дней бега. Сделал приз, по-моему, штуку баксов. Кто... А, короче, 500 долларов, кто больше всех пробежит. И 500 долларов рандомно, кто будет бегать 10 дней каждый день. Реально бегало, блин, по-моему, 150 человек. Ну, короче, какое-то количество такое прикольное. Я думал, что я всех выиграю. Ну, такой, знаешь, ну, типа просто. Я бы себе приз, конечно, не отдал в этот момент. Просто хотелось быть первым, знаешь. Как это, да? В итоге я закончил на седьмом месте, потому что у меня было 176 километров за 10 дней. А первое место занял чувак, у которого было 450. Просто подключились марафонцы, которые бегали марафон каждый день. 10 дней подряд. Я такой думал, блин. Но типа на седьмом месте среди такой публики это было неплохо. Я последний день пробежал, кстати, 35 километров. Надо было им по ходу бега рассказывать историю про того, чтобы они не парили со смеху. Я тебе возвращаю ее. Спасибо. Не потому, что мы прощаемся, а потому, что пусть она как-то возле тебя уже стоит, привыкает обратно к хозяину. Ты мне рассказывал, не знаю, в куларах, что там с американский Форбс. Об этом можно говорить уже? Да, можно. Мы готовим статью о том, как мы запускали Фудекс 24, о том, как мы пошли. Давай поговорим о Фудексе 24. Значит, моя версия. Год назад появляется проект, появляется канал, как он называется? Манимейкер. У Влада, где он в реальном времени показывает, как он запускает за сколько? За месяц? За 14 дней. За 14 дней запускает бизнес. Причем не просто там киоск шаурмы, да? А бизнес онлайн супермаркет, где вы покупаете почти там... Сколько на старте был ассортимент позиций? На старте у нас около тысячи было. Ну, мы там быстро доросли, почти до 2000 ассортиментов. Большой ассортимент, то есть это большая такая история. Причем со складами, с оборудованием, с персоналом. С водителями, с машинами. Сколько ты на это тратишь? 300-300, да? Ну, типа на запуск, да. Мы потратили примерно 250 тысяч долларов, чтобы сделать это все. Развернуть IT-решение, быстро сделать какие-то автоматизации базовые, собрать колл-центр, собрать курьеров, собрать курьеров с правильными машинами и складских сотрудников. Собственно, эту всю историю собрать было очень непросто. И спустя год мы, Влад приходит к нам, мы начинаем делать франшизу. То есть это будет в том числе возможно купить, открыть такую офлайн-точку. И теперь ты говоришь, что ты в Польше, да, запускаешь? Да, да, вот прямо сейчас, я на следующей неделе собираюсь в Польшу. Кстати, расскажи о местном рынке e-commerce продуктов, что там. Ты как-то делился? У нас, короче, у нас там запущено MVP. В каком формате? Там была команда, которая запустила схожий продукт, а потом вышла на меня. Короче, мы начали, ну, заинтересовались, типа, рынок Польши, прикольно, там уже какой-то запущен тест. Вышли на них, вернее, они на меня вышли, мы с ними связались, начали смотреть, что у них по цифрам. Короче, по цифрам у них, типа, 150 SKU, 150 наименований товара, то есть, ну, там, обычным языком. И они делают, делали, типа, там, от 10 до 50 продаж, что такие... В день. Что такое эти 150 наименований? Это, например, сгущенка, это, например, сухарики, это семки хомка, кальмары, вот такие самые дешевые, которые у нас тут даже в сетях не представлены. Ну, это, короче, украинские продукты, которые, собственно, сложно в Польше купить. То есть, ребята сделали такую матрицу, ну, я бы зашел, ну, вот в Украине, но выбрать там нечего. Реально, люди себя заставляли там покупать, то есть, выбрать из этого перечня товаров и все равно делали. Они, когда мы увеличили до 300 товаров, они делали уже половину нашего чека. Типа, у нас чек 50 долларов, у них чек 25 долларов средний. На, блин, 300, у нас там 8 тысяч наименований, понял? Человеку есть где разгуляться, у них просто 300. Так смотри, люди же, как говорят маркетологи, скажут тебе спасибо, если ты за них сделаешь выбор. Вот они и сделали выбор за клиента. Ты кушаешь семки хомка. Но там потребительский опыт другой совсем. Там все покупают в почтоматы, все привыкли покупать в онлайне, никто никого не обманывает. А если обманывают, то в очень маленький процент. Ну, и деньги тебе возвращают быстро. Украина не та история. У нас целые колл-центры на зонах, которые, собственно, прозванивают и пытаются у тебя выманить данные карты. То есть история очень разная. И мы увидели, что там совершение покупки намного легче. И человек может, например, зайти на сайт, купить семки хомка, одну пачку за 6 злотых. И 7 злотых заплатить за доставку. Как тебе, блин? То есть, блин, я в... Очень семки хочется. Я в Украине не проецирую вообще даже такую историю, ну, что кто-то сделает вот такую покупку. Типа, купит что-то там за 100 гривен, а за доставку заплатит 150. Ну, типа, блин, очень странно. Ну, у нас человек будет, чтобы сэкономить, добирать до бесплатной доставки или купит их много, чтобы получить специальный оффер. То есть там вообще проблем нету. Все в онлайне покупают. И, кстати, если говорить про опыт Украины и Польши, например, то Украина предоплаченная услуга, это порядка, наверное, 20-30%, не больше. А в Польше это 95%. То есть человек платит. Сразу платит. И вообще нет 95-98%. То есть они не парятся. А у нас сколько еще раз? 20? У нас 20-30%. Вот человек хочет взять сначала в руки товар, а потом заплатить. Откуда наложенный платеж? Посмотреть его за курьеру. Да, да, наложенный платеж. Но я видел уже, что и на УЛХ эти безопасные сделки обходят, и наложенный платеж тоже. Когда был хайп майнинга, знаешь, какой был бизнес? Ребята скупали неработающие видеокарты и отправляли их наложенным платежом. Ну, как ты видеокарту проверишь на новой почте? Он такой, говорит, я буду смотреть. Говорит, ну смотрите. А, все есть. А она, бляха, не рабочая. Не воняет? Сгорит. Ну, они же могли ее попшикать. Ну, неплохо. Поэтому, ну, большая разница, на самом деле, в потребительском опыте. И мы там, кстати, сразу, там офлайн-магазин появится первее, чем у нас. Чем в Украине. Там уже сразу с офлайн-магазином мы делаем. Там у тебя какие-то другие подрядчики по франшизе? Нет, там не франшиза, это же наш проект. О, класс. Это твой офис. Да, это мой. Мы были недавно записывали, как это называется, у тебя, IT-бар? IT-бар, да. И, кстати, я очень был зол, потому что в туалет нельзя зайти. А я, ну, думаю, что для заказчиков очень важно, на самом деле, посмотреть, что есть туалет чистый, все. А вот же туалет. Туда нельзя зайти. Ну, очень плохо. Они не сняли его. Хотел бы виртуально сходить в туалет. Нажми на кнопочку. Это как, знаешь, в компьютерных играх ты можешь нажать слив, но не можешь. Я вам, кстати, на стене случайно я получился. Он там, подойдет назад, листами на стену с граффити. А там видно, Андрей? Там видно, думаю, чтобы видно было стену. Подойди к ней. Не, теперь влево поворачивай, влево, и вот туда прямо иди к стене. Глянь, случайно меня на стене нарисовали, но это... А, там, кстати, меня и отметили. Но это, на самом деле, просто похожий чувак. Это же, знаешь, знаменитая картина. Да, да, да. Знаменитая картина. Рабочие на перерыве, которые строили что-то в Нью-Йорке. Да, да, да. И мы ее модернизировали. Я всегда на нее с ужасом смотрел, потому что я жутко боюсь высоты. И вот этот вот последний чувак, который, знаешь, такой спокойно достает из бумаги свой бутерброд обеденный, меня просто вызывал супер восхищение, потому что это вообще невозможно. Ну да, есть такая. Ну, мы ее модернизировали, видишь, взгляд... Ну да, у вас лесоруб, робот... Потом робота-человек. Робота-человек-хиборг. А потом все улетели, остались только роботы. Илон Маск всех отвез на Марс. А, здесь какая-то, я так понимаю, эволюция, да? Ну, типа, да. Показано. Вон, видишь, костюм этот адидасовский знаменитый, кепка USA. Тебя была такая? Блин, это им не ж 29 лет. Расскажи, как житуха в Запорожье. Житуха в Запорожье? Классный город для старта. Мало конкуренции и все, кто хотят... Опыт SMM Studio показывает, что можно неплохо пробиться. Да, да. Есть такая тема. Так, на самом деле... Кто знает, тот поймет. Миша даже с Васильев... SMM Studio – это компания, которую оставал Михаил Федоров действующий вице-премьер Украины. Да, неплохо можно пробиться. Это, кстати, интересное место. Я же начал, по сути, свою IT-компанию в Запорожье. Интересное место, такой провал, знаешь, в истории. Типа, условно, там нет ни EPUMA, ни софтсерва, никого большого, кто бы мог мешать зародиться маленькой компании. Там, ну, типа, нет... А у Вас же, айтишников, разве локальная история работает? Так, смотри, она... У нас же какая конкуренция? За заказы, в принципе, конкуренции нет. У нас конкуренция за кадры. Ты понимаешь, если в Запорожье были большие игроки сразу, то там бы сразу был перегрев, потому что на старте не было возможности платить полторы тысячи долларов зарплаты, две тысячи долларов зарплаты. Или как сейчас четыре. Или десять, или двенадцать. Ну да, да, поэтому, блин, это прям, знаешь, такая отдушина. Там и есть люди, на самом деле. Есть компании, которые там... Есть компании, которые космосом занимаются, кстати. Наосфера называется, тоже парень там родом... Как? Наосфера. Наосфера. Парень родом в Запорожье, на самом деле. Наосфера. Да, у них в Запорожье там большое количество людей. Они недавно привлекли, по-моему, 250 миллионов инвестиций под космос. Слушай, вообще есть смысл в 2021 году начинать компанию не IT, да? Я вообще сторонник того, я часто снимаю какие-то полезные ролики на свой YouTube и говорю о том, что я считаю, что все, в чем нет IT, это, считай, обречено на промах. У нас есть IT, у меня есть MacBook. Ну, видишь, получается, ты... Я с помощью MacBook показываю клиентам презентацию в Keynote. Ты сможешь... Это я в IT, да? Ты в IT. Но, на самом деле, на твоем месте я думал бы над каким-то продуктом, возможно, с машинным обучением, которое бы помогало реализовывать франшизу без людей. Потому что в какой-то момент, вот сейчас происходит по всему миру такая история, когда... Ты не поверишь, что-то подобное потихонечку назревает. Назревает. Да. Назревает, я понял. Так. Машинное обучение, потому что... Все, 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 я вспомнил, о чем я говорил. На самом деле, сейчас какая история получается? Рынки перегреваются практически все, человеческий труд становится дороже, дороже. И как раз вот сейчас конкуренция юнит экономик. Кто может конкурировать более эффективно? То есть, например, у аутсорса, условно, человек генерирует там 6 тысяч долларов оборота в месяц. У продуктовой компании один человек может генерировать миллион долларов в месяц. У кого есть получше, типа юнит экономика, как раз вот у добавленной стоимости. Поэтому сейчас история такая, что надо будет платить в какой-то момент 10 тысяч долларов в зарплату, понял? И выживет тот, кто сможет платить 10 тысяч, продавать за 12 это и в этом промежутке еще зарабатывать. Слушай, дай бог, если бы у нас были такие зарплаты в консалтинге, я имею в виду, это круто. Я просто для себя понял, что вот IT это одна из тех сфер, где действительно борьба за кадры, это чуть ли не ежедневная ваша новая работа. У нас просто такого нету. То есть, мы только нанимаем, но вот пока, знаешь, такого как бы, такой историк. Ну все равно, но есть же Польша, Польша, которая отжимает людей, туда большое количество людей переезжает. Сейчас чуть меньше. Из-за этого, кстати, зарплаты повысились вообще в принципе в Украине и начали компании работать над эффективностью. Типа, если ты не можешь менеджеру платить, типа, 1000 долларов или там 700 долларов, например, то в Запорожье это просто космические деньги и нельзя равнять условно Киев и Запорожье. То компании начали работать над эффективностью, чтобы мочь платить и платить, ну, зарплату, чтобы люди не уезжали в ту же Варшаву, да, там, собирать клубнику и не оставались там. Потому что тут вот, ну, мне кажется, компании украинские более-менее как-то смогли с этим справиться и выстроили какую-то методологию, как они могут зарабатывать больше. То есть, знаешь, когда ты, типа, тебя ничего не беспокоит, у тебя там есть условная какая-то прибыль, как у предпринимателя. Я думаю, что у многих даже меньше, чем просто у IT-специалиста, который работает на работе. У тебя там, ты там зарабатываешь 3000 долларов как предприниматель и в какой-то момент у тебя становится ноль и ты начинаешь думать, ну, потому что у тебя люди уезжают, там, человек уехал, у тебя уже продаж нету. Ты начинаешь думать, чтобы сделать так, чтобы больше зарабатывать, чтобы платить людям больше и самому больше зарабатывать. Поэтому это в принципе позитивно повлияло, я думаю. Да, понятно, это больно, неприятно и любой рост компании происходит через боль. Когда ты приходишь, тебе кидают пионель, а там какой-то, говорит, а что это за знак перед цифрами? Говорит, там не должно быть ничего. Минус. Да, говорит, ну, вот как-то так. Ты, судя по твоему фейсбуку, инстаграму, основное свое время посвящаешь выступлениям и интервью. Да, да, ведущим мероприятиям. Как это работает вообще? У тебя есть какой-то там рецепт того, как это управлять большим количеством бизнесов, какой-то там, не знаю, отчетности, дашбордики? И есть, на самом деле, да, частично. Полезный контент, наконец-то, на ламповых эфирах. Не только обзор суши. На самом деле, если говорить про какие-то ништяки, да, естественно, это отчетность, которая собирается, которую я вижу. Какая форма, может, поделись, чем вы пользуетесь? Слушай, ну, есть где-то таблицы, например, если мы там по онлайн продукту, мы видим количество заявок, количество входов, количество переходов между страницами, количество просмотров страниц. То есть, я вижу, что происходит в бизнесе, мы собираем там порядка трехсот показателей только по одному. Это у тебя какое-то приложение? Это на самом деле, вот, мы сейчас внедряем дашборд. Сейчас это на данный момент просто какой-то инструмент, да, гугл таблица, в которую руками вносит человек. Но, тем не менее, у нас в онлайн режиме обновляются каждый день эти данные. И мы видим, что не так, что-то заболело или нет, то есть, по проекту. Плюс мы получаем рассылки по количеству, там, заявок, заказов, обороту, то есть, мы постоянно видим, там, команда видит. Вы это топ-менеджмент, да? Да, да, топ-менеджмент. И так практически во всех бизнесах я вижу количество лидов, количество заявок, количество подписанных, там, контрактов. Какие для тебя показатели, вот, смотри, 50 показателей, сколько ты сказал, там, 300 параметров, но ты точно каждый день не смотришь. Да, да. Вот твои, там, топ-5, 10. Слушай, мои, мои топ-показатели, это количество лидов, которые мы имеем на данный момент. Потому что выручка, ПНЛ, не знаю, закрытые сделки, это следствие вот этой цифры. Потому что если у тебя, условно, обычно... На входе вот так, то... Да, тысяча лидов в месяц, а в какой-то месяц 500, то через месяц у тебя будет просто полная срака. Потому что у тебя упадет в два раза, вот, примерно, в зависимости от того, как конвертировать. Хорошо, но есть же еще эффективность дальше по воронке. Да, да, но одно из самых важных, это вот вверх воронки. То есть, если у тебя проблемы в бизнесе, там, условно, ты там взял какой-то канал, контекст, например, и ты купил все лиды оттуда. Ну, типа, их просто меньше стало. Ну, нету запросов, и ты не берешь. Сейчас был карантин, сейчас был локдаун, точнее, сейчас был май. И да, немножечко, да, почувствовал себя похуже. Вот. Поэтому задача подключить дополнительные каналы вверх, и ты, получается, расширяешь свою воронку. Мы, например, если говорить про Foodox24, мы используем порядка 40 каналов. Это оффлайн, это сетилайты, там, всякие визитки, не знаю, метро, такси, это таргет, ретаргет, инстаграм, инфлюенсеры, блогеры, ютюб. Ну, короче. А где стоимость канала ниже? А стоимость канала? На самом деле, наверное, А это совет для конкурентов. Да, 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 конкуренты уже и так, наверное, повторяются, все нормально. На самом деле, самые, наверное, дешевые и в большом количестве заявки мы получаем от инфлюенс маркетинга. То есть правильно поданный призыв купить каким-то топовым блогерам, которому доверяют, и он реально это делает. Ну, собственно. Ну, это шумноразовая история, он сделал там сторисы, сделал постик, и все. Типа, сколько это длится? Два дня? А ты же понимаешь, мы делаем, во-первых, это до пяти раз с одним блогером, во-вторых, ты же понимаешь, человек зашел, его подцепили за куки, мы ему бьем резаргетом. За куки. Сейчас начнется, что они говорят, господи. Ну, короче, человек... Верните истории. Человек зашел, вышел, все, мы его трекнули, и можем ему персонализированные сообщения показывать. Если он не завершил покупку, дать ему промокод. Если он зашел и ушел, какие-то специальные предложения давать. То есть, ну, инструментарий очень большой, на самом деле. И когда человек говорит, у которого... Ну, вот, например, я общался там со знакомым, у него оффлайн-магазины. Он говорит, что-то... И у него есть возможность купить онлайн. Он говорит, ну, плохо покупает. Я говорю, а что вы делаете в онлайне? Он говорит, ничего. Он говорит, плохо покупает. Ну, то есть, смысл, понимаешь, шире-шире взглянуть. То есть, надо смотреть, конечно, на количество заявок, на количество переходов, там, трафика. Вот это все очень важно. А потом уже ты работаешь со следующей ступенью. Нехрен работать с конверсией, конвертировать человека в клиента. Если у тебя, блин, просто два человека пришло, ну, что ты будешь там конвертировать? Этой выборки просто недостаточно для того, чтобы провести анализ. Говорит, почему вы этих двух не закрыли? Я говорю, ну, мы рассчитываем, что конверсия должна быть на уровне 5%, говорит, а их два человека. А как два человека в 5%? Говорит, не получается конверсии. Ну, то есть, есть смысл работать. Должен палец его купить. Да, да. Но есть смысл, бизнес же как устроен? Я сторонник того, что надо наступать на как можно большее количество граблей в наименьший промежуток времени. На это деньги нужны? На это нужны деньги, но бизнес не растет без боли и без ошибок. Ну, там, условно, мы сделали какой-то сверхуспешный кейс. Там, чпок, у нас там трафика залило, все сломалось, все остальное. Там, или сайт, или приложение, или склад не справился, или там не справилась логистика. Понимаешь, ты же не будешь делать что-то заранее. Там, нанимать 500 машин, чтобы стояли, например, ты, говоришь, бизнесом занимаешься, или херней. Ну, типа, ты увидел, что есть такой инструмент, он отрабатывает, и под него можно улучшать какие-то другие части. То есть, мы уперлись с них и пошли там улучшать. Поэтому это же такое вечное движение и постоянная паника, когда все пишут, все пропало, мы все умрем. А ты такой, все нормально, так и должно быть. Да, ну, понятно, мне неприятно за это наблюдать, потому что мы там теряем заявки, теряем клиента. Ну, это стресс. Но на самом деле по-другому бизнес не растет, и ты не находишь решения. Если у тебя все вот так вот, как плато, плавно идет, ну, куда ты? Тебе ни вверх, ни вниз, ну, ты не двигаешься. Сто процентов. Ты знаешь, я вот разделяю твою точку зрения. То есть, надо идти в боль, надо идти там, где не бояться тратить деньги. Потому что ты этого не поймешь. Мы когда там запускали наши самые эффективные сейчас каналы продвижения, мы переставали в это верить и продолжали тратить, но все, знаешь, с каждым днем все меньше веришь, и деньги нужно платить. А потом в какой-то момент начинает получаться, и ты такой тум-тум-тум, и сейчас там номер один, например, да, в чем-то. Это же, знаешь, есть вот это вот, когда коронавирус настал, звонило много предпринимателей, типа, что делать? Я говорю, пожалуйста, только вот эта вот дебильная идея срезать маркетинг, пожалуйста, не надо. Потому что вы в этом месяце будете говорить, ха-ха-ха, я кризис, мне как мать родная, в следующем месяце будете звонить, и говорят, пиздец, займи десятку на маркетинг. Потому что, ну, есть отсроченный эффект, некоторые люди думают, что маркетинг и продвижение, сарафан говорит огонь. Понятно, сарафан это классно, но без подогрева этого, ну, да, это не управляет. Ну, как ты можешь влиять на сарафан? Ну, да, ускорить его. Рекомендуйте меня, пожалуйста. Само собой. Я, кстати, не верю в то, что ты когда просишь кого-то что-то там порекомендовать тебя насильно, то это работает. То есть, люди, ты должен сделать так, чтобы человек сам захотел себя рекомендовать. Я тебя, я тебя, кстати, просто так рекомендовал. То есть, контент? Спасибо тебе. Нет, Серега, к тебе придет человек. Придет один? Ну, пока. Почему так мало? Нам нужна вот такая... Ты же сам говоришь. Ты можешь рекомендовать всем? Слушай, что тебя порекламировать? Тебе нужны деньги, может быть? Тебе нужны там ножницы для бороды? Да мне все нужно. Ножницы для бороды хорошие. Деньги нужны. Можно номер карточки? Мы можем вставить номер карточки, чтобы меня закидывали просто? Вообще легко. Подожди, зачем тебе деньги закидывать? Может быть, они тебе могут присылать номер своей карточки? А я им буду закидывать? Это хорошая схема, говорит. Какая у тебя следующая большая покупка? Следующая большая покупка? Сейчас минуточка хейта будет. Не, ну серьезно. Я пока... Забей. Я пока не знаю. Ты мне рассказывал уже перед съемкой. Ничего не знаю. У меня сейчас большая покупка. Мы выстраиваем бизнес в Польше и вкладываем туда порядка 700-900 тысяч долларов. Вкратце, конкуренция в Украине... Сколько? 700-900 тысяч долларов. Проблема, недослушиваешь спикера, перебиваешь, а там самое важное. Сколько ты еще раз рассказал? 700-900 тысяч долларов. Так, это почти миллион. Ну, зафиксировали. Понабрался, блин. Съездил в Харьков. Съездил, да. Как там, кстати, в Харькове было? Ну, постоял рядом с Анатоличем. Волновался? Нет, я не волновался. Просто Туалич настолько охеренно ведущий, что ты понимаешь, что ты там не нужен особо. Я микрофон держал на вопросах-ответах. А, да? Ты был выпалочен. Вообще, прикольная была история. Меня поставили помодерировать вопросы-ответы в зале. Тебе можно было, как Моргенштерн, упернуть микрофон хотя бы. Привлечь внимание. А потом с этого сделать трек для Тимати. Я думал над этим. Так вот, подбегает наш клиент. Я случайно его вижу. Недавний клиент, которому мы сейчас делаем франшизу, Моритель. Кирилл, он подбегает. Вопрос задать. Он сам из Днепра. Иван Михайлов в Харьков. Мужик, как тебя там? Она так была? Да, да. Вот. Нет, я случайно. Я не ожидал, что он там будет. Потому что... А, я читал эту историю, кстати. Да, и он приехал специально из Днепра в Харьков, чтобы задать вопрос. Я говорю, блин, задавай, давай. Вот, я тем более, я модератор. Сейчас все сделаем. Он такой, я думаю, ну какой-то вопрос там будет про жизнь, про бизнес. Как там заработать, как мотивировать людей, как не сдаваться там. А он такой, а когда мы снимем интервью со мной на Big Money? Я только смотрю, типа, ну и все, чувак, тебе. Сейчас я разная. Тебе, да. А черняк... А я представил его, что это наш клиент. Ну, то есть я сделал небольшое интро. И черняк такой на меня смотрит. Я говорю, да, мы сейчас... На твоем авторитете поехал. Мы сейчас делаем франшизу. Ребята крутые. Они действительно там умеют с Инстаграмом продавать. У них есть навыки. И он такой ему говорит, так давай тогда сформулируем твой... Он помог ему запрос сформулировать. Скажи, что у тебя крутой Инстаграм, и ты готов этим поделиться навыками с моими, там, типа, зрителями. И тот говорит, да, да, поделюсь. Говорит, все, типа, снимаем интервью. Когда будешь готов, когда франшиза будет готов. Но получается, тебя больше ведущим не позовут. Потому что заподозрили, что ты там двушечку, трешечку... Получил, говорит, нужен вопрос, говорит, двушку на карту и поехали. Сейчас же вокруг всех, кто на YouTube, такой образ, что им все дают бесплатно. А мы вообще у нас нет ни рекламы, ничего. Мы всех ниндзя-суши, макбук. Он меня, кстати, попросил не есть. Он говорит, выставлю суши, я тебе домой унесу, там, жена будет есть. Не ешь, пожалуйста. А если будешь брать, то аккуратно сушинки не цепляй соседние, чтобы мы потом не брезговали. Хочу сладкое в области. Ничего, что я руками. Да, вообще ничего. Это же я под приличного закосил. Я же в Запорожье, я тоже умею руками есть. Посмотрим твою машинку, на чем ты передвигаешься. Зачем тебе V-класс? Что ты в нем делаешь? Это очень удобный кабинет на колесах. И во время локдауна очень сильно спасал. Когда еду на вынос тебе дают, ты встречи проводишь. Формат кабинета, встреч любых, переговорные комнаты. Вот у нас тут. Сейчас покажу. Так. Вот такой формат. Класс. Здравствуйте. Мы тут немножечко подснимем. Можно? Да, да, залазь. А тут свет включается? Пакет новая почта. Что ты там получал? Все. Фудекс 24? Все, да, да. Это ты шлепаешь здесь кого-то? Типа. Так, есть тут вот такой, а блин, что-то не едет. Не едет. Как его? Коврик может мешает? Может. Короче, тут есть столик еще. Да, но тебе надо быть худым. Ну, короче, это, собственно, штука двигается и удобно, когда тебе надо провести переговоры, ты садишь тут на пускай. Тут нужно быть сильным. Ну, конечно. И вырасти в Запорожье. Так, так что, В-класс, что-то здесь, переговоры, еда? Переговоры и передвижение удобно, потому что, например, в С-классе ноги, ну, из-за того, что я длинный, ноги вот так, типа, чуть-чуть. А тут, собственно, ты сидишь, как на стуле, ноги внизу. Так. Очень удобно, много пространства. Ну, плюс, как семейную машину еще можно очень удобно использовать. Где идти, шельдем? Да, да, тут кресла ставятся и можно ехать. Вот мы в Хорватию, например, ездили на ней 2000 километров. Да, эта машина едет 220 километров в час. Я на ней экономлю. В отличие от Гелики, да? Потому что по городу расход в 8 литров. Серьезно? Да. А на Гелике 60, да? А на Гелике от 25 до 60. Мне в этой машине, наверное, 2 или 3 стартапа пичили под инвестиции. Рассказывали пока. Хочется пошутить, но не буду. Не, это были, это не связано с эскортом и тому подобное. Это были нормальные стартапы, связанные с IT. Можно попичить вам в стартапе? Да, да. Сегодня, говорит, с утра уже попичили мне стартап. Нормально все. Нормально все. Свободен, да? Автоматические двери, все удобно, все само там открывается, закрывается и все. Пока, ребят. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик, share. Класс. Спасибо тебе большое. Ребята, во-первых, заходите на канал Влада. У тебя есть там еще какие-то соцсети, телеграммчик? Ну, у меня есть инстаграм, фейсбук, там мы постоянно что постим, пишем в ютюбе тоже периодически, что выкладываем. Что-то выкладываем. Во-первых, будет выпуск со мной на твоем канале. Это будет на канале ETH. Мы оставим ссылочку, как только он появится, посмотрите. Мы там тоже прикольно поражали, мне кажется, с Костей Евтушенко, он же Евтушенко? Да. Да, Костей Евтушенко, Юнит-Сити и с Максом Фраем, Плейбой. Забавная была компашка. Ну и мы вдвоем с Владом. Ну, он кто он? Совладелец или он кто там? Да, да, он все, он все, он в сети о фестивале этого большого, как он? Atlas Weekend. Atlas Weekend, да. И стартап еще по аудиокнигам, прикольно у него. Короче, классная компашка. Мы пообсуждали кучу прикольных новостей, которые уже, наверное, будут старыми. Но тем не менее, все равно весело было. Поэтому подписывайтесь на всех, на нас, ставьте лайки. Кстати, я не делал данной призывов. Блин, ну поставьте лайк, пожалуйста, если вам понравилось. Если вы досмотрели до конца. Я тоже могу попросить, пожалуйста, ставьте лайк. Владом даже за это готов заплатить, я уверен. Я, да, за каждый лайк по два биткоина. Я побежал. По два биткоина в 2004-м. Не уточняй, не уточняй. Да не уточняй. Ну, блин. Все, ну это мы можем вырезать. Это мы вырезаем, да. Напишите какой-то классный комментарий. Понравилась вам история про путешествующего менеджера по продаже. Говорит, кем ты работаешь? Ты, говорит, путешественник по жизни, по призванию. Я автостоппер. Класс. Мне понравилось. Тебе, я уверен, не очень. Но такой формат вам полупрямого эфира. Приходит нам гость, отдает все и уходит опустошенный. Без информации, без мысли, без денег. Класс. Да. А я, кстати, с пустыми карманами. Кошелек у меня уже забрали. На входе так у нас происходит. К нам по-другому не будет. Все забрали. Все правильно. Круто, спасибо тебе. Все. И ждите франшизу Фудекс 24. Покупайте первую, да? Будьте первым.